Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу с вами поделиться полезной информацией. Я собрала для вас очень много интересных сайтов, также интересных приложений, ну а также хочу с вами поделиться касающиеся транспорта, жилья. Если вы собираетесь первый раз ехать в Польшу, неважно, как турист, либо же как работник, либо же переезжаете просто на ПМЖ сюда, нужно владеть информацией для того, чтобы как-то здесь пребывать. Если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Итак, давайте начнем с самого, наверное, банального. Когда вы приезжаете в Польшу, это транспорт. С первым, что вы сталкиваетесь, это транспорт. Как нужно добраться до отеля, либо же до места работы. И не каждый приезжающий знает, что в Польше единый есть билет. То есть вы покупаете один билет, и он действует на все виды транспорта. Это трамвай, автобус и метро даже. Если мы говорим о Варшаве. Есть также билеты, которые одноразовые. То есть вы покупаете один раз билет, сканируете его, то есть компостите в компостере. И все, вы можете проехаться по этому билету один раз и потом его выкинуть. Есть такие билеты, которые на один час. Это очень удобно, когда вы едете с двумя пересадками, с тремя пересадками. Либо же бывает так, что едешь в одну сторону, нужно сделать две пересадки, что-то быстро забрать и вернуться обратно. И если вы успеваете в этот час, то вы можете с одним билетом поехать туда и обратно. Это очень удобно. Если же вы приезжаете как турист, то вам будет, наверное, выгоднее покупать билет, который действует сутки, например. Есть, которые действуют 12 часов, есть, которые действуют 24 часа. Это тоже очень удобно. Вы просто один раз его компостите и все. И катаетесь с ним либо 12 часов, либо 24 часа в сутки. Что же касается, например, если вы приезжаете сюда на постоянное место жительства, либо как работник, то вам будет выгоднее покупать либо месячные билеты, либо же билеты, например, на полгода, либо на год. Они очень сильно окупаются. Вот, например, если вы покупаете билет на месяц, то он стоит 90 злотых для того, чтобы ездить здесь на трамваях и автобусах. Я не включаю в эту сумму ночные поездки. Ночные поездки, они оплачиваются отдельно. Если вы ездите ночью, ночь начинается в Польше с 11 часов вечера до 4 утра. То есть, если в этот промежуток времени вы катаетесь на автобусы, либо трамваи, то есть ездите на работу, то вам нужно еще дополнительно оплачивать услугу, как ночные поездки. Тогда этот билет будет стоить около 100 злотых. Я говорю сейчас о Труймяста. Я знаю, что в каждом городе Польше разные цены на билет, потому что у нас единоразовый билет стоит 3,20 злотых, на час стоит 3,80 злотых. И пошли-пошли цены расти вверх, да, то есть в зависимости уже от вида билета. Если вы, например, хотите купить на полгода, то это очень сильно окупает, потому что вы можете заплатить только 270 злотых. Это намного дешевле, потому что если в месяц вы тратите 90 злотых. И также для тех, кто живут в Труймяста, очень удобно есть билеты по поводу СКМ. То есть, если вы знаете, СКМ это межгородские такие электрички, которые ездят между тремя городами, Тагданск, Сопот и Гдыня. Если так получилось, что вы живете, например, в Гданске, а работа у вас находится в Сопоте либо в Дыне, то вы можете купить месячный билет, который действует на территории вот этого Труймяста. И вы можете также пользоваться как СКМ, так и автобусами, трамваями в этом городе, точнее в этих городах. Есть три зоны. Это Гданск, Сопот, один билет, Сопот, Гдыня. Либо же третий вид билета это Гданск, Сопот и Гдыня, то есть полностью. Все это вы можете найти на сайтах skm.pl и там узнать более детальную информацию. Также стоит отметить тот факт, что если у вас, например, есть приложение SkyCash, либо же, например, у вас есть приложение Millennium Bank, то вы можете покупать очень дешево билеты. Если единоразовый билет стоит 3,20 злотых, то через эти приложения вы можете покупать за 3 злотых. То есть это очень удобно. Вы привязываете свое приложение к банковской карточке и можете покупать. Если же у вас Millennium Bank, то это вообще намного все проще, потому что есть там определенная вкладка как билеты. И вы выбираете либо же паркинг, либо же билеты. И также потом вы можете выбрать это автобус, либо трамвай. И какой вид билета, это дневной, либо ночной. И также льготы, например. Льготы здесь действуют для школьников, для студентов, а также для пенсионеров. Ребенок больше до 4 лет имеет право бесплатно ездить в транспорте. Начиная от 4 лет уже, вы должны оплачивать льготный билет для ребенка. Если вы хотите со своего города поехать в другой город на поезде, тогда вам нужно искать билеты на сайте pkp.pl. И там очень много разных видов билетов. Также можно будет посмотреть по времени, отправке. И, конечно же, если чем раньше вы покупаете, тем дешевле билет. Еще одним нюансом я заметила то, что когда вы покупаете через кассу, то билет может даже немножко стоить дешевле, нежели вы будете покупать его через сайт. Не знаю, почему так, но уже не раз в этом убеждалась. Если вы хотите путешествовать на автобусе по Польше, то, конечно же, я вам советую сайт polskybus.com, потому что там очень много разных предложений. И иногда можно даже попутешествовать за 1 злотый. Если вы путешествуете в Польше на автомобиле, то также нужно знать несколько нюансов. Я недавно писала пост в инстаграме, а также в группе на фейсбуке о самых странных штрафах в Польше. Если вы не читали, то обязательно подпишитесь и почитайте. Есть о чем задуматься. И в Польше действует такой закон о том, что если, например, водитель пристегнутый, а один из пассажиров не пристегнутый, то штраф заплатит не водитель, а пассажир, который был не пристегнутый. Вот такие вот нюансы. Дети в автомобиле должны быть перевезены только в автокресле, специально под килограммы ребенка, а также под его возраст. Что касается парковок в Польше, то здесь все серьезно на самом деле. И уфилонить как-то от штрафа то не получится. Сразу смотрите на знаки и обязательно убедитесь в том, что вы имеете право здесь припарковаться. Также, если это платная парковка, то обязательно оплачивайте билет, потому что штрафы большие и насчет парковок здесь проверяют очень серьезно. То есть, если вы, например, захотели где-то быстренько на полчасика отбежать, то когда вы вернетесь, не удивляйтесь о том, что вы получите штраф. И, например, не оплатить штраф тоже нельзя будет, потому что фотографируют номера, и это все скапливается в одну единый реестр, точнее в единую базу. И, например, если вы будете возвращаться домой, то через границу пробьют вашу машину. Если будет видно, что у вас висит штраф, то вас заставят заплатить, плюс еще также нужно будет заплатить пеню, поэтому лучше не рискуйте. Если же вы получили штраф на парковочное место, либо же штраф за безбилетный проезд, то есть пункты, где можно заплатить. Также можно заплатить в любом банке штраф свой. Если вы хотите заплатить за штраф без комиссии, тогда лучше всего воспользоваться приложением вашего банка и оплатить данный штраф. За нарушение дорожных правил, также за распитие алкогольных напитков в общественных местах, то вам будет грозить денежное наказание. И выписывать штраф может как и полиция, так и городская стража. На территории Польши любое движущее средство должно передвигаться с постоянно включенными фарами с ближним светом. Во время езды в автомобиле запрещается разговаривать по телефону. Единственное, что исключением является только те автомобили, где уже встроенный аппарат, либо же, например, в блютуз есть гарнитура. Тогда без проблем можно общаться. Каждый автомобиль должен иметь при себе аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Помните также о том, что пешеходы имеют першинство здесь, то есть вы обязаны пропустить пешехода. Также, что касается штрафа в нетрезвом состоянии, могут также получить велосипедисты. Я вам снимала когда-то видео об этом. Если не знаете еще, то можете посмотреть это видео. Так что, если вы едете на велосипеде в нетрезвом состоянии, то вам тоже грозит штраф. Нарушение правил дорожного движения колеблется в Польше от 100 злотых до 500 злотых, в зависимости от данной ситуации, от данного нарушения. Напомню вам еще раз, что по пиометрическому паспорту вы имеете право путешествовать в течение 90 дней и 180. Отчет начинается с момента пересечения границы, то есть 90 дней. Ну и что касается виз, то тоже помните, если у вас визы сделаны коридором, то есть, например, написано, что у вас с 4.04.2017 по 4.04.2018 действует виза, но коридор у вас составляет 180 дней, то именно вот сколько указано дней, столько вы имеете права находиться на территории Польши. Вы можете въезжать, вы можете въезжать, но за весь этот период вы не имеете права пребывать больше, чем написано дней на самой визе. Сейчас я с вами поделюсь также еще полезными сайтами, которые вам пригодятся здесь в Польше. Если вы хотите путешествовать самолетом, то обязательно загляните на сайт vizair.com, потому что с Польши очень много разных полетов, иногда даже билеты стоят по 30-20 злотых, это очень удобно, вы можете также путешествовать по странам, которые входят в Шенген-зону. Также еще Rener, очень часто у них очень скидки бывают разные, очень много есть на Фейсбуке сайтов, где показывают разные дешевые билеты на авиаперелеты. Билеты.ru.ni.pl – это сайт, который может вам подобрать билеты в ту сторону, которую вы ищите. Росклад.pkp.pl – это железная дорога, то есть расписание работы железной дороги на территории Польши. e-podrojnik.pl – это сайт с внутренними международными рейсами, то есть на автобусы, поезда, на городский транспорт. Также данный сайт есть в виде приложения для Android. Не знаю, как для iPhone, но для Android точно есть. Приложение jagdoyadel.pl – он, наверное, должен стоять у каждого, кто живет здесь на территории Польши, потому что именно этот сайт помогает вам подобрать нужный путь в вашем городе, то есть как вам доехать с пункта А до пункта Б, трамваем и автобусом, плюс он показывает также, сколько стоит будет этот билет. Хотя этот сайт не всегда очень хорошо показывает путь, потому что он показывает с ближайшей остановки, хотя иногда можно пройтись пару метров до другой остановки и проехаться вообще без пересадок. Поэтому пробуйте как можно больше разных вариантов, и он вам будет показывать более приближенные к вашей локализации трамваи, автобусы. itaxi.pl работает по принципу Uber. Это самая крупная компания здесь на территории Польши, поэтому вы можете скачать это приложение как и для Android, так и для iOS. И также вы можете просто зайти на сайт и заказать себе такси. Для каждого города в Польше есть свой внутренний сайт, где вы можете найти очень много разной информации, касающие какие есть концерты, какие праздники ближайшие, найти квартиру, работу. Например, если касается Труймяса, то это www.truymiasta.pl Здесь вы можете найти любую информацию. Также, если вы хотите купить билеты на концерты, на какие-то мероприятия, выставки, вы можете воспользоваться сайтом e-billety.pl, также еще www.billety24.pl и третий сайт – это www.concertomania.pl Все сайты я вам ставлю, опять же, в инфобоксе, вы сможете пройти и посмотреть. Для поиска жилья вам понадобятся такие сайты, как www.boomtrail.pl, olx.pl, otodom.pl, что касается Труймяса, это значит Труймяса.pl, сайты hotalisco.pl и meteor24.pl. Эти сайты могут вам подобрать ночлег на любой вкус, то есть начиная от какого-то хостела до какого-то домика на берегу озера. Сайт nocelagowa.pl – этот сайт помогает вам найти ближайший ночлег в данном городе. Вы просто открываете этот сайт, нажимаете пункт на карте, где вы находитесь, и он вам показывает ближайшие ночлеги, где вы можете остановиться. Если вы не знаете, то в Польше есть такие сайты, как zamki.res.pl. Этот сайт позволяет вам посмотреть замки Польши, а также забронировать билеты. Сайт freeworkingtour.com позволяет зарезервировать экскурсии на территории Польши по разным городам. Сайт efes.pl – этот сайт вам расскажет, какие будут ближайшие фестивали, концерты, выставки на территории Польши. Я вам также говорила о предложениях на телефоны, как купоны.pl, бликс, газетка. Все эти предложения очень помогают, например, при покупке каких-то товаров, также отслеживать скидки. Что касается купонов, также очень удобно, если вы часто покупаете товары через интернет, потому что вы просто выбиваете магазин и находите купон для того, чтобы сэкономить на заказе. Если вы любите здоровое питание, либо же вам очень важно, что вы покупаете, составы продуктов, то есть такое предложение, как здоровозакупы.pl. Оно работает и как на андроиде, так и на iOS. Вы можете просто отсканировать товар и посмотреть, с чего состоит продукт. Также там описываются, какие полезные вещества, какие злокачественные для нашего организма. Есть еще одно предложение, как polo.zabes.zakupy. Это предложение позволяет вам определить товар польского происхождения, то есть вы сканируете также товар, и он вам показывает, это польского происхождения товар или же нет. То есть если вы хотите, например, купить на подарок что-то именно только польское, тогда вы можете скачать это приложение, polo.zabes.zakupy, и сканировать товары в магазине, и узнавать, чье это производство. Ну и также сайты, которые вам понадобятся, это pushno.pl для заказов, заказов, еды на дом. И еще один сайт, который вам также, наверное, пригодится, это poloskiyazyk.pl. Этот сайт предназначен для иностранцев, для изучения польского языка. То есть он онлайн, без каких-то учебников. Также есть разные задания по разному уровню. Но и напоследок вам скажу, что незнание закона не освобождает нас от ответственности. Помните об этом. Также помните, если вы хотите подать документы на карту временного попыта, то во всех городах Польши есть электронная запись, в которой нужно записываться заранее. Даже сидя еще в своей стране, вы можете это сделать, если вы будете уверены точно, что вы будете работать и находиться на территории Польши. Если вы хотите зарегистрировать ребенка в жилобок, либо в пшешколу, также вам нужно будет это делать заранее. Совсем скоро начнутся рекрутации в садике и в Ясли. Помните об этом. В каждом городе это все по-разному. В Труймясто начинается это с 24 апреля. Сайты на жилобок и на пшешколу здесь в Труймясто я вам оставлю здесь внизу. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка, то вам пригодится Песель. То есть без Песеля вы, к сожалению, не сможете его зарегистрировать. Так что вот такая вот информация. Надеюсь, она для вас была очень полезная. Напишите в комментариях, какими приложениями, а также сайтом чаще всего вы пользуетесь. Спасибо, что были сегодня вместе со мной. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!